Победимы! Россия! Украина! Россия! Украина! Россия! 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 И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Объявляют танк! Минута молчания! Тот позывший сотрудник СРБТ в Украине! Нет! 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 Отворов Tindereden Поля muscle spear전에 Н wherein Я не первый, значит, масок использует мужчин и женщин на сексуальную массу. То есть, посмотрите в окружении. Пример министра в Германии, секретарша давала информацию, потому что ей повсюнули ворона. Массовый застребует в этом направлении, ни одной разведкой меры не будет. Там каждая специализировалась в посреднице. Советская очень интересная была, потому что она просто создавала человека, легенду, помощи. Там были города, которые моделировали города европейские. Там провалившиеся разведчики сидений, которые показывают, что говорить, как стоять. Вот расскажу вот в истории советского военного разведки. Первые выпуски. «ЦИЯ! Россия! 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 Совет视野!" Россия! 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 Держать строй! Держать строй! Выбережные шерелки, держать строй! Черти! 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 Дребят, я нас уже пошел. Вот значит, давайте поддержим нашу тесну в условиях экономики. Нужно, чтобы подняться в том, что мы сейчас не так как-то wissen. Не, 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 не. Волонь. Волонь. Извините, ребята, что из-за них вы стоите. Снимай, снимай. Был договор, спильное звернение керевников обл.организаций. Все партии подписали месяц назад, что мы не штурмуем обл.администрацию. Они сегодня нарушили договор. Зачем вы сюда пришли вообще? Я пришел, чтобы никто не штурмовать. А зачем вы здесь стоите? Они что-то штурмуются. А где нам стоять? Ну как где? Можно в сторонке стоять. Где? На улице, на поселке. Зачем стоять под... Вы, блядь, дюк обоссали, могильную кустовую. Дюк, какое имеет отношение к вашему ДТФ? Дюк, Европа. Это Европа. Европейцы. Вы знаете, как его подзовут? Какая? Одесситер. Обождите. Причем здесь одно до другого? Еще раз. Был договор. Был договор. Был договор. Я знаю, что провоцируют. Был договор. Вы в Одессе давно живете. Вы нихуя не знаете про Одессу. Город Одессы. Показывают. Ребята, смотри, маска. Занесу это им в лицо. 54 года. Я ж был в Одессе здесь. Не надо им в лицо кровать. Мои деды, прадеды, прадеды здесь живут. Потомки черноборского казачьего. Потомки черноборского казачьего. Насленка Александра Иосифа. Вот, почитайте. Город Одесса. Смотри. Больше ничего. Иди домой. Мудила. Ты мудила. Ты мудила. Я тебя оскорблял. Стоп. Я тебя оскорблял. Я тебя оскорблял. Вот, смотри, смотри. Кто бандит и фашист? Я ценю. Кто бандит и фашист? Кто с лопатами? Я пришел с лопатами. Пацаны. Договор. Давайте расходиться. Полчаса. Подумайте. Давайте расходиться. Не хотите, мы тоже можем не разойтись. Давайте. Зачем вы задерживаете этих пацанов? Зачем вы милицию задерживаете? А где гарантия, если... Ребята, стойте, ребята, стойте. Мы с вами. Давайте подпишем. Подпишем вместе сейчас договор. Приходите здесь, подпишем договор. Где гарантия, что эти не захватят здание? Ребят, попросим. Подожди. Кто попросил ребят? Кто захватил здание изначально, когда что умрали? Да, мы не живем. А кто попросил? Не раз вот этого. Не было такого. Я сам тогда был. И там стояли. А вас не здесь стояли. Не надо. А что тебе мешало? В любом случае, договор был подписан. Как это хуйня? Смотрите. Договор был подписан. Подписан был договор. А сейчас говорят, что это фигня. Месяц прошел. Вы на камеру работаете? Правильно. Я на камеру. Я не сомневаюсь. Я хочу, чтобы... Вы пришли сюда на камеру. Снимай меня. Вот это вот... Чтобы все одесситы знали. Вот это человек. Договор нарушен. Он не знает, как Одесса. Когда она живет. Какие улицы. Какой народ здесь. Ты не знаешь. Ты приехал в Одессу. Мне не надо знать. Тебе нихуя не надо знать. Вот паспорт. Мисту Одесса. Родился в 59-м году. Я в Одессе родился. На Пересипе. Большевик район. И сейчас там и живу. Вот снимай. Да, Александр Госипович, блядь, папа украинец. А по материнской линии, как говорится, есть другие корни. Есть молдавские корни, польские корни. Еще какие-то. Я, блядь, 200 лет моя семья живет в Одессе. А вы мне приехали в Биссараби и говорите, что все, это уже Одесса не моя. Почему вдруг, ребят? Хотите? Вот конструктив, пацаны. Конструктив. Послушайте. Давайте жить дружно. Одесса большой город. Есть 4 района. Давайте выбирать не мэра, а представителей районных администраций. Мы в одном районе. Мы в другом районе. Мы в другом районе своего рода. Хотите уже Одессу поделить? Подождите. Ильичевский и Южный отделились от Одессы. Отделились. Нет проблем. В Ильичевский порядок? В Ильичевский. Нет, порядок в Ильичевском. Порядок убил. Правильно. Так давайте вы себе выберите какой-то район. Вы выберите своего депутата, кандидата. Мы в другом районе. Мы тоже же хотим жить. Одесса поделилась. Я слушал, вы говорите, где именно это депутата. Да. Где именно это депутата? В большевик район. В большевик район. В большевике я уже живу. И сейчас живу. А у меня там родственники тоже. Так у тебя родственники, я там живу всю жизнь. Все 54 года, что я родился. Я там живу. А он меня орет, давай в Польшу. Чего я должен в Польшу лежать? А вот иди. Чего я должен в Польшу лежать? Конструктив в чем заключается? Я здесь живу. Примерно пополам. Четыре района. Если года будет 200 лет, как мой родственник. Так и здесь и мои живут. Мои слабежи убрали. Черногорская казация. Вот чего я должен куда-то выйти? Да, хорошо. Так давайте, ребята, договоримся. Выбирайте районные администрации. И все будет хорошо. Правильно я говорю? Не жадничать. Не быть пополам. Это все же помысл. Можно? Все, пацаны. Я хочу сказать, что мы не хотим. 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 Они не законно это делают. У них не хватает мозгов. Мы хотим сделать по закону. Они боятся. Потому что по закону тяжело. Выбирайте. Я поздравлю. Я поздравлю. Люди погибли. Ни за что. Ни за что. Ни за что. Я говорю. Правильно. Правильно говорю. Правильно. Ну что, во-первых. Деплохо область администрации. Договоримся. Ну или есть. Зачем не удалить. Давайте договоримся. У нас есть свое место. Европейская площадь возле Дюка. Мы там собираемся. Так собираемся. Правильно. Найдите себе место. Вот я помню. Собирались возле стрелы. Не возле. Нет. Подожди. Как это возле администрации? Почему это вы? Вы возле стрелы. Кто фашист? Кто фашист? Я фашист. Что такое фашист? Это человек. Это фашизм. Человек. Это не фашизм. Это преподаватель Одесского национального университета. Именно Мечен. Именно Мечен. Ну я же там и закончил его. Ну вот и скажите. Пойдите туда и скажите. Это вы преподаватель. Я преподаватель. Но я не музычка. Я с другого университета. Ну мы с ним по-разному. Вы что, не смешите? Я не смешник из меня. Есть водка. Ну я водном сейчас работаю. Ну очень хорошо. Да. Вот очень хорошо. Вы же меня видели. Так почему я должен уезжать в Польшу? Вы хотите Евросоюз? Вы нас спрашивали. Подождите. А почему мы вступили в Союз России? А вы нас спрашивали в Союз России? Мы сейчас. Вы с вашей. Вы в СНЕ вошли сейчас? В СНЕ. Вы вошли. Вошли. Завтра. Он мне будет догадываться. Не в Европу. Не в Европу. Я Монкурый Олег. Все. Давайте не провоцировать. А он типа собирает там как Александр. Александр. Я возраст уважаю. Сейчас. Да, я же понял. Люди подходят. Это провокация. Вы сами говорите. Вот человек меня оскорбил. Я думал, что он не поднялся. Я не поднялся. А он как чисто собирает. Типа порт. Победа. А я за минимальную зарплату. Я не буду с ним. 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 А вы же верили эти там? Хотя я не покупаю это дело. У нас сейчас... И вы сейчас... И вы зачем? Берешь Крым. Смотри. Вам подходит такое, как Крым? Я вас спрашиваю. Как Крым. Подходит такое обстановка? Там все стояло без отшивок. Не было с ним. И не вот таким чехом. А скалачки. И к нему уже не подойдет. И к нему уже не подойдет. Один. А чтоб она работала. Дело с водой. Нет. А вы унизили весь... Вот там 200 человек. Да при чем так? Я никуда не ездил. А он как ты не ездил. А я не ездил. Это все мне. Так оба администрации подошли. Ее за двадцать. Первый этаж. Ну давай. Защит. Не пандерасы, что ж. Не пандерасы. Ну а вы видели, что социал Харьков? Нет. Ну так вот сталкивание. Нет. Ну вот такие глаза. Кто его туда послал? Вы сейчас одобряете вот это? Чтоб было так, как Харьков? Нет. Чтоб было так, как Харьков. Вот сейчас они заедут. Придут другие. Которые портят. Есть же разные поля. Так что ребята. Нельзя этого допускать. Так нельзя этого допускать. У каждого, кто приехал, надо... И вы и я должны знать его веником отсюда. Ну так нельзя допускать, что вот такое было. Не как Харькова, а тема Зидюха, да? Все. Каждого есть мнение. Кто хочет, приходит, общается. Но не возле администрации. На первой встрече. Это просто... А это что? Это какое-то здание особое? Так сидят вовсе? Это он был администрацией. Цинхай, Ронар. Ее администрация, да, да. Еще ее, да. Нет, смотри. В чем дело? Почему не пришли? Это интересно. Потому что здесь люди пришли. Здесь я смотрел на инстанцию где-то в 2 часа дня. Стояло где-то 200 или 300 человек. Но... Ну... Старшую дозу. Говорили, что там какой-то... Кто-то был в медицинской области или еще что-то. На самом деле, мне тоже не оценяют. Там не было. Там не было. Вот... До вечерка... До вечерка... Я не посудил. Что-то... И вышел в парень. И вот там... Залепился. И вот там начал... Знаешь, что-то... Зачем? Больше? Нет. Нет. Потому что люди... Устали вот этих... Нет. А что они... Они хотят, чтобы нас слышали тоже. И только западную слышали. Я хочу, чтобы, когда ребенок мой в садик приходит и говорит воспитательница до свидания, а она ему говорит «Зайба казата да побачен. Пятилетнему ребенку». Понимаешь? Я хочу, чтобы воспитательница понимала, что если ребенок не обращается до свидания, она должна сказать и сказать мальчику «До свидания». Вот. Вот. Ну это тогда местные должны решать. Местные, да. Местные, да. Я хочу, чтобы они не расписались. Я украинский знает досконально. Я хочу, из принципа на нем... Смотрите, если мы сейчас столкнемся... Подождите. Если сейчас столкнемся и здесь будет с Калашина стоять российский солдат, уже не будет этих разводов. Нет. И что потом будем делать? На самом деле, за основной массой времени пришла до чего-то. Потому что... Мы видим примеры. А что за собой альвенция? Со стороны России используется. И оттуда люди пошли и принимают на русский флаг. Это как бы... Можно... Это интервенция получать. По логике надо подумать. К чему мы дальше идем? Вы же видите, профанал. Что в России принимают? Принять Крым. Завтра Одессу сможем принимать. Киев не признает. Европа не признает. Что по... А мы будем разменной монетой. Мы вот сейчас с вами спорим, а потом мы... По пандосу. Когда вот эти медики с Европой приезжали... Киев... Кажется, знаете, вся эта делегация. Киевляне должны были взять и повзать. И сказать, до свидания. Мы сами разведем. Понимаешь? Они довели. Они все доезжают. Европе надо, чтобы мы уже завне.